друзья мои всем привет с вами роман на своем канале вторая жизнь комнатных растений друзья мои ну как у нормального человека но бывает всякое и к и на старуху бывает прорух и все что угодно в голову приходит но бывают и удачи и неудачи с моими растюшками что-то получается что-то не получается где-то приходится перестраивать пересаживать перри монтировать перепланировать и ну одним словом в прошлый год у меня прошел на ура с папоротниками в прошлом году у меня пришло мою жизнь большое количество ароидных филодендроны аллаказии аллаказии прекрасно растут все хорошо счастлив и доволен показывая маленькие короткие видео вам с посадками из какими какие результаты первое но вот с филодендронами все намного сложнее но вот как-то не не удается сделать так чтобы вот сделал посадку того пока зашу посмотрите какое мне красивое растение но не получается не каждый раз не с каждым не с каждым филодендроном вроде бы простые растения вроде бы ну вроде бы все просто вроде бы даром осознал что аллаказию что вы извините филодендрон чтобы запустить на гидропонику это не все так просто нужно там подготовить это растение что но в прошлом году я завел себе филодендрон биркин естественно что рома сделал рома притащил его домой почистил и поставил на керамзит на на пассивную гидропонику нет он сказал нет нет и нет вот как хочешь рома выкручивайся но быть будь добр выкрутись я оставлю маленький коротенький ролик что-то сейчас выберу что-то по удачней напомню что все таки я сделал для того чтобы получить результат который сейчас вам покажу и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот, вроде бы как бы, вот оно, растение. Живо, здорово, слава богу, что оно живо и здорово. Потерять я не потерял это растение. Оно растет, гиперроста нету. Растет, как я вам показал, в лечузе, в горшке с двойным дном на фитильном поливе. Я так понимаю, что все равно не очень нравится филодендрону в этом горшке с таким обилием воды. Он не гниет, он не портится, все, он выпускает листики. Но он не увеличивает листик. Как-то вот особо, вот за все-таки сколько месяцев прошло-то, ну уже, уже там месяцев пять прошло. Ну что, ну что тут наросло, раз, два, три, четыре листика. Тут еще какой-то листик лезет. В результате, вот сейчас просто взял горшок в руки. Смотрю, я в прошлом году, в феврале месяце его притащил домой. Практически в таком же состоянии. Он спустя год. Но да, я могу себя похвалить за то, что только я его не убил, не испортил, да, не потерял. Да, слава богу, да, Рома молодец, что ты выкрутился, что у тебя все получилось. Но вот сказать, что я доволен результатом за последних полгода, ну нет, мне хотелось, ну мне кажется, оно уже должно быть более гуще, более, побольше листик, вот как-то понаряднее он должен смотреться. Там война котов-собак. Ну, вкратце так, ну вроде бы справился, вроде бы, вроде бы да. Я вот сейчас многие филодендрона перекинул на обычные горшочки, самые дешевые, на поддонный полив. И они все расправляться стали, они таки крепчать как-то начали. У них листья красивые распускаются. Думаю, ну вот, оказывается, может быть, возможно, я нашел для себя вот спасение с этими филодендронами. Я их все-таки выращу 2-3 метра, что высотой и с такими огромными листьями. Ну, помимо того, что я просто что-то неправильно делаю, какое-то решение сделаю посадки, да, растений. С этим мы уже решили вопрос. Теперь номер 2 вопрос. Я иногда теряю видеоролики, которые записываю посадку, а потом не могу найти. Вот, хочу закончить видеоролик, а нету. Первой части видеоролика. Ну, вот что такое, ну как так вот, и так, как так получилось. Думаю, ну, наверное, возможно, я просто не нажал на play, или некорректно нажал на play, и видеоролика и нету. Записывал я видеоролик с посадкой Алаказии, Мишольца или Фрайдек. Буквально 3 недели тому назад у меня появилось это растение. Вот с такими красивыми, зелеными, бархатными листьями. Потрясающе красивое растение. Посадил я Алаказию в горшки, свои любимые 5,5 литров. В этом горшке есть вкладка 2 или 2,5 литра. Как обычно, как все Алаказии, я сажаю в эти горшки на фитильный полив в личузу пон. Пересадку перенесло потрясающе легко. Ни одного пятнышка, ни одного отвалившегося листика. Все хорошо выглядят. Молодцы! При посадке в первый раз я полил это растение ради фарма. Средство, разгоняющее корни. И спустя 3 недели Алаказия нам родила вот такой домашний листик. Та-дам! Это первый мой домашний листик. Красивый, ровненький, зеленый цвет, прожилки такие ярко-светлого цвета. Ну, потрясающе красивое растение. Вчера я занимался уходом за своими Алаказиями, за всеми цветами, папоротниками. Все вчера помыл зеленым мылом. Все, пыль эту смыл, встряхнул. Кстати, у этого растения есть маленький такой нюанс. На вот эти бархатные, нежные, красивые листья садится большое количество пыли. И они получаются такие, знаете, как бы, такой сероватый какой-то оттенок приобретают на этом фоне зеленым. Но ничего, будем чаще мыть его зеленым мылом. Я, как правило, свои растения на регулярной основе мою зеленым мылом, зеленым мылом, зеленым мылом, зеленым мылом. Но это, между прочим, помогает. К нам никто не прилетает, никто не болеет, никаких тлей не заводится и ничего такого плохого. Тут вы не сгладите. Вот. Вот такая история с нашей Алаказией. Но зато какая галочка. Представляете, через полгода будем делать обзоры вот со всеми Алаказиями, которые у меня приходят в последнее время. Они все хорошо прихватываются, растут, выпускают листики. И через полгода какие будут роскошные обзоры. Вот эти, вот это Алаказия Гигант с большими листьями, с такими красивыми. Ой, ну прям сон. Прям сон чудесный, раз чудесный. Хочу дополнить этот видеоролик страшной истории по поводу вот Алаказии. Вот смотрите, мне в прошлом году подарили Алаказию как в подарок к покупке. Мне ее привезли как Алаказия розовый дракон. Я не знаю. Но что-то с подарком с этим как-то не так. Ну, во-первых, на розовый дракон что-то как-то она, кажется, не очень-то похожа. Это раз. А во-вторых, с августа месяца прошло 7 месяцев. И вот этот листик, вот как он был вот листиком, так он и остался листиком. Ну, что-то прям какой-то парадокс. Ну, что это? Я приношу домой вот эти отростки, и они все растут. Они все распускают листики. Все хорошо, все счастливы, довольны. Ну, что это за такой странный подарок-то? Ну, что? Думаю, ну, не знаю. Вроде бы и корешок там уже наметился. На фитильке все... Ну, бывает же такое. 7 месяцев. Вот он стоит, этот листик, стоит и стоит, стоит и стоит. Не знаю, что с него будет. А у вас такое бывало, что вот просто как будто за сублимированное растение. Вот как заморозили этот вот один листик, так и остался. Сейчас вам еще один покажу. Горшочек. А 6 месяцев назад тоже вот аллоказия, шкура дракончика. Были вот, типа вот, вот что-то в этом духе. Три таких клубенька вот с такими листиками. 7 месяцев, друзья. То есть, я так понимаю, что растение в подарок мне не стоит брать, что ли? Ну, что это такое? Ну, вот он, правда, третий клубенек. Вот он скинул этот листик, а новый вот-вот, вроде бы, вот чего-то там у него там ползет. Ползет. Кстати, и листик здесь ползет. Обратите внимание, я сейчас так думаю, что он будет большой, крупный листик. Вот, как-то вот с тремя клубеньками что-то как-то. Ну, по идее, за 7 месяцев у меня уже куст должен быть. Вот что это? Вот подарок номер 2. Шкура дракона. Ну, ты почему у меня не шкура? Или ты шкура какая? Шкура шкурная? Не хочешь расти? Почему? Тоже в маленьком горшочке, на фитильном поливе. Ну, вот прям одни расстройства. Ну, пожалуйста, ну, сделай какой-нибудь рывок еще. Вот листик вижу, да, рывок есть какой-то. Ну, как-нибудь пободрее что ли. Ну, парадокс. Ну, несмотря ни на что, есть новинка Аллаказия Мишольца или Фрайдек и наш, слава богу, непотерянный филодендрон Биркин. Ура, ура, ура. С вами был Роман. Ставьте ваши лайки. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok